Музыка «Легендарная страна Грааля» — это мистическая драма, в которой искусственно переплетены философские, этические и религиозные элементы. Она рассказывает нам о Парсифале, который добывает священное копье и исселяет короля Грааля Амфортаса. Если вы начнете погружаться в глубину этой фантастической истории, то постепенно увлекаетесь. Это что-то удивительное, трансцендентное, похожее на таинственное путешествие. Во время последних двух оперных спектаклей израильский дирижер Ашер Фитш находился на сцене. Он поделился с нами своими впечатлениями. В Парсифале вы должны принять то, что внутренний ритм произведения создается абсолютным покоем. Это все равно, что пытаться снизить пульс и кровяное давление, чтобы заставить эту музыку говорить на правильном уровне. Это очень трудный процесс. Это философский опыт. Он заставляет вас задуматься о крахе человечества, о том, что произойдет, если человек будет придерживаться мысли о том, что тот, кто ничего не знает, в конечном счете просвещается через милость и жалость, которые он испытывает по отношению к другим. Если бы мы все шли в этом направлении, то не было бы никаких войн, во всем мире царил бы только мир. Пару люди говорят мне, что эта опера заставляет их переосмыслить и понять, почему они являются христианами. Среди зрителей был кто-то, кому обратился сосед и сказал, «Завидую вам, я думал, что был таким же христианином, как и вы». Поразительно, что Вагнер, который не был религиозным человеком, в конце своей жизни обратился к теме, которая, на наш взгляд, является чисто религиозной. Я не могу поверить в то, что в конце своей жизни он взял и вдруг стал религиозным. По своей сути, он был критиком, и думаю, что и здесь речь идет о критике традиционной религии. Того, как традиционная религия используется религиозным истеблишментом. Где-то через час, может быть два, каждый погружается в музыку, начинает по-настоящему слушать, все больше сосредотачиваясь. Музыка Вагнера ведет за собой манить. Это требуется некоторое время, но как только это происходит, наступает неповторимый момент, который просто невозможно забыть. Субтитры создавал DimaTorzok